МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех жителей нашей любимой республики и нашего любимого города Улан-Удэ. Вы смотрите программу Де-Факто с Борисом Ангархаевым. И сегодня мы будем обсуждать следующую тему. Округа. Бурятские национальные автономные округа. Усть-Ордынские и Одинские автономные округа. Для начала небольшой экскурс в историю. Дело в том, что в 1923 году была образована Бурят-Монгольская республика. Впоследствии в 1937 году она была разделена на три части. То есть на Республику Бурятию и, соответственно, на Усть-Ордынские и Одинские автономные округа. И в 2008 году 1 января был ликвидирован Усть-Ордынский округ, а 1 марта 2008 года Одинский автономный округ. Ну и, соответственно, прошло почти 10 лет. И сейчас будем подводить некие итоги. Хорошо стало, хуже, что сейчас испытывают жители этих самых районов, этих самых регионов. И обсуждать эту тему мы будем с экономистом Алдаром Гальчевичем Бадмаевым. Общественным деятелем, ну, просто известным специалистом в области интернета. Это Зуртан Халтаров у нас также в гостях. И Игорь Александрович Бабков, политик, общественный деятель. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну и первым мне хотелось бы предоставить слово, наверное, Игорю Александровичу. Вот скажите, пожалуйста, Игорь Александрович, какие-то краткие итоги вы можете подвести? Прошло почти 10 лет, на ваш взгляд, правильно ли это было решение или нет? Вы имеете в виду по отношению укрупнения субъектов Российской Федерации? Да, да, да. Ну, вот, Игорь Александрович, насколько я знаю, вы состояли в либерально-демократической партии, которая основным постулатом своим, как бы, считает вообще просто уничтожение всех национальных регионов. То есть там же политика у Жириновского была какая? Такая просто губернизация России, оставить только губернии. То есть, соответственно, по идее, вы же должны были двумя руками поддерживать идею ликвидации вот этих национальных округов? Я во многом не согласен был с той политикой, которую проводила ЛДПР и о тех взглядах, которые декларировал ее лидер, в том числе и субъекте Российской Федерации, Республики Бурятия. По этим политическим соображениям и в 2013 году на выборах Народных Урал я был исключен из списка и вместе со мной в братской могиле похоронили моих товарищей, которые состояли в республиканской пятерке. Поэтому, исходя из вышесказанного, могу сказать следующее. В любом случае, любое укропнение, объединение, какие-то другие действия в первую очередь должны коренным образом улучшать, а не ухудшать жизнь ее граждан. Исходя из этого, я бы все-таки хотел бы от своих коллег тоже получить информацию, какова на сегодняшний день жизнь в субъектах Российской Федерации, которые объединились с Забайкальским краем и Иркутской областью. У меня, к сожалению, такой информации нет. И после этого я все-таки изложу свою принципиальную точку зрения, почему я не являюсь сторонником укропнения с таким подходом. Ну что же, ваша точка зрения ясна. Передаете, так сказать, шар другому участнику программы. Ну и давайте, наверное, Алдар Гальчевич, ответьте вы на этот вопрос. А вопрос следующий. Что касается Усть-Ардынского, допустим, автономного округа, там же логика-то понятна. Иркутск объективно был богаче, чем Усть-Ардынский округ. Экономически он мощнее. Логика своя была даже в том, что люди, насколько я знаю, из Усть-Ардынского округа, они не могли лечиться в больницах Иркутска, потому что им говорили, ну, ребят, вы извините, но вы из другого региона. А сейчас они вот как бы обладают всеми правами. Что касается Одинского округа, тут, конечно, у меня вопросов больше вообще целесообразности. Но, опять же, стало меньше чиновников, то есть меньше расходов в бюджетах. То есть, ну, очевидны же плюсы, на самом деле. Вот ваша точка зрения, все-таки хорошо это или плохо? Ну, прежде всего, необходимо сказать о том, что вот я, по крайней мере, нигде не видел каких-то обоснованных отчетов о том, что есть такие вот, безусловно, экономические плюсы от этого объединения, что экономия составила столько там тысяч миллионов рублей, что, к примеру, там, значит, уровень жизни в этих округах, в этих районах вырос, да, уровень доходов населения вырос, там, значит, темпы экономического роста увеличились и так далее. То есть, мне вот лично, при том, что я, как бы, все-таки, в общем-то, активно поддерживаю отношения с экономистами и там, и там, в общем-то, мне подобных поведенных радиаций нигде не приходилось видеть. Это первое. Второе. Значит, когда мы говорим о том, что, в частности, те же самые, скажем, жители Усть-Арденского округа не могли получить медицинской помощи в больницах Иркутской области, но, извините меня за выражение, это, вообще-то, просто косяки политики Минздрава и, конкретно, скажем, вот данных учреждений. Почему? Потому что, к примеру, ну, не секрет, что наши какие-то больные, к примеру, ездят из Уланды, лечат, ездят лечиться в тот же Иркутск, например, в Красноярск, в Новосибирск, в Москву, там, и так далее, в эти клиники, которые, собственно говоря, находятся на государственном финансировании. Никто им, в общем-то, это не мешает. Существуют определенные квоты, значит, в рамках которых все это делается. И, собственно говоря, если, к примеру, есть какие-то специалисты, значит, в том же Иркутске, которых нет в ОНОТ, да, то, соответственно, никто не препятствует тому, чтобы наш пациент ехал туда лечиться. В общем-то, почему, скажем, пациент из Усть-Арды не мог поехать лечиться, значит, в Иркутскую область? Я считаю, здесь надо было разбираться совершенно по другим, как говорится, вопросам. Это, значит, второе, третье. Что касается объединения вообще в целом с позиции вообще экономиста, я просто могу сказать, вообще, объединение как путь лечения бизнеса, например, значит, какого-то слабого бизнеса, это вообще нигде, значит, не то, что не приветствуется, а это вообще, наоборот, является, как говорится, исключением из правил. Потому что любой предприниматель, любой менеджер знает, что прежде чем присоединять плохой бизнес к хорошему, необходимо сначала реструктурировать этот плохой бизнес, необходимо навести порядок в бизнес-процессах, необходимо там выстроить нормальный бюджет и так далее, заткнуть вот эти течи финансовые, материальные и прочее. То есть выстроить нормальный бизнес и после этого только его куда-то присоединять и так далее. То есть в экономике... Подтянуть его, так сказать. А? Подтянуть его, так сказать. Совершенно верно. До определенной планки. Совершенно верно. Это все равно, что к здоровому кораблю, значит, что называется, пришить дырявую какую-то корму, понимаете? Значит, соответственно, вода будет поступать через эту дырявую часть, и во все остальное. Ну и потом, значит, чисто практически, я просто знаю, что на самом деле большое количество рабочих мест было ликвидировано в обоих округах. Это раз. Второе, значит, значительная доля финансирования, которая раньше поступала по отдельным каналам, то есть это были прямые каналы из федерального центра, напрямую, например, в тот же, к примеру, Агинский округ или Усть-Арду, значит, они, собственно говоря, ну, были ликвидированы и не были возмещены и компенсированы ничем. Особенно, конечно, это касается именно Агинского округа, значит, в меньшей степени Усть-Арды. Почему? Потому что там во главе находился, в общем-то, достаточно активный, предприимчивый глава, это Баир Байсаланович Жанцуев, который, безусловно, конечно, наголо превосходил руководство, значит, Усть-Ардынского округа, у него была хорошая команда, значит, и, в принципе, в общем-то, Агинский округ, он был что-то своего рода, как, знаете, как бы, зона такая экономического, такого благоприятного развития, значит, в целом, в рамках всего нынешнего Забайкальского края, то есть, если Читак, примерно, отставала, то Агинский округ, он по темпам, в принципе, превосходил, как говорится, всю область. Ну, что же, Алдар Гачевич, извините, прерву вас, чтобы перейти к следующему. Ну, в целом, я позицию вашу понял, то есть, каких-то очевидных улучшений не произошло, а кое-где и произошли и ухудшения, можно так сказать. Ну, и, я думаю, и до 2008 года, это же были, ну, совершенно очевидные вещи, чем думали жители этих округов, когда голосовали, почему никто не воспротивился этому, да. И вот сейчас у меня вопрос нашему третьему собеседнику, это, собственно, к Зуртану. Вот, Зуртан, есть такая теория, просто теория, я вот как бы не говорю, что так оно и было. Ну, и вот вопрос, как ты к этой теории относишься? А теория, она следующая, заключается в том, что, говорят, вот Москва и лично Путин, когда с такой идеей подошли на Кавказе, это относилось к адыдейскому автономному округу, ну, дескать, объедините его с Краснодарским краем, были в жестокой форме посланы, то есть получили жесткий отпор от адыдейцев, и вот чтобы свое мужское либидо, так сказать, поддержать, да, они решили оторваться на бурятах, которых можно чмырить, в общем-то, до бесконечности. Так ли это или нет, вот на твой взгляд, согласен ли ты с такой теорией? А кто эту теорию выдвинул? Ну, я вот сейчас имена тебе не скажу, ну, вот так по социальным сетям она гуляет, такая вот версия. Дело в том, что, вот поймите, есть такая еврейская поговорка, когда что-то случается, евреи задают вопрос, а насколько полезно это евреям? Вот сейчас вообще не понял, о чем ты говоришь. Буряты не имеют подобного подхода. Насколько вот это полезно? Ну, то есть, когда из Кремля пришли с предложением ликвидировать округа, ну, буряты, видимо, для себя решили, что это им полезно. Ну, хорошо, а ты сам как считаешь, это полезно или нет вообще? В югах, например, в Усть-Ардынском автономном округе там же не исключительно бурятское население, правильно? А ситуация о том, что ты говоришь, ну, как вот их обманули? Ну, это, по-моему, извечная российская традиция, когда власть играет с народом методом кнута и пряника. Обмануть, в общем-то, неразвитый народ, в котором отсутствует полностью гражданское общество, то, по-моему, вообще ничего не стоит, учитывая, ну, современный пропагандистский накал. А в 2005-2006 году агитация проходила точно по таким же признакам, как в свое время при присоединении, например, ТВ к Советскому Союзу. То же самое абсолютно. Ну, хорошо, Игорь Александрович, вот вам слово. Наверное, вы уже вот послушали наших собеседников, сделали какие-то выводы, и вам есть что сказать. То, что касается вот вашего сравнения по отношению к Эдегейской республике, вот мое личное мнение, может быть, даже мнение, в том числе и по национальности русского человека, но интернационального, по своему, все-таки, политическому мировосприятию, потому что я здесь родился и вырос, у меня интернациональная семья, и хотел бы сказать следующее, что все-таки вот Бурятия и бурятский народ и граждане, проживающие на территории Бурятии и субъектов национальных округов, они все-таки более интернациональны, они более глубоко встроены в Российскую Федерацию. Какое количество граждан погибло во времена Великой Отечественной войны? Я поражаюсь тем цифрам, я буквально недавно купил очень интересную книгу, называется «Книга потерь». Маленький бурятский народ потерял во время Великой Отечественной войны свыше 10 тысяч своих граждан. Это очень большая цифра, и это самые большие цифры по отношению именно к другим народностям. Ну, там, естественно, Татарстан, как правило, там и, соответственно, население было и есть гораздо выше. Поэтому я считаю, что мы, как бурятский народ, гораздо более четко и глубоко встроены в фундамент Российской Федерации. Нас никто не обманывал. Мы сами такие по своей природе. Мы верим, мы идем, мы надеемся на что-то лучшее, на что-то более привлекательное для нас. Естественно, мы верим руководству Российской Федерации, что будут значительные улучшения экономического положения, что нам будет лучше, и, естественно, мы идем в ногу с Россией. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, а вот эта вера, она до бесконечности будет продолжаться, или все-таки есть какой-то предел, когда уже перестанут верить властям люди? Я думаю, что все зависит, в первую очередь, от, естественно, не только ментальности наших граждан, но вот, в частности, если рассуждать о гражданах Республики Бурятия, то мы, очень большинство, свыше 90% граждан Республики Бурятия, от состояния республиканского бюджета практически независим. В этом и заключается наше вот такое отношение именно все-таки к государственному устройству. Вот сегодня республиканский бюджет претерпевает определенные изменения, в частности, естественно, большой предельный дефицит. Республика у нас явно чиновничья, нет никакого сомнения. Постоянно идут рассуждения о каких-то так называемых региональных элитах, хотя никаких элит, я считаю, здесь нет. Есть единый многонациональный народ, есть только кучка чиновников, которые находятся на иждивении трудового бурятского народа. Вот и все. Если рассуждать только о положительных тенденциях объединения, то меня в первую очередь интересует уничтожение чиновничества как класса, в том числе и республики Бурятия. А вот тут, Игорь Александрович, мы переходим уже к следующему вопросу нашему. Извините, что прерываю. Что касается вот этого самого нашего чиновничества, и вот отсюда делается логический вывод. Так я отвалился, да? Делается логический вывод-то какой? То, что самое логичное сейчас это взять и ликвидировать, в общем-то, республику Бурятию и присоединить ее к Иркутской области. И таким образом все вот эти чиновники моментально станут просто не нужны, и на них вот перестанут тратить расходы и так далее. И вот, Алдар Гальчевич, вы как экономист согласны ли, опять же, с такой теорией, что вот нынешние республиканские власти, они выполняют свою задачу, которая заключается в том, чтобы довести до полной разрухи экономику республики Бурятия, чтобы потом народ мог спокойно проголосовать за любое объединение с кем угодно. И, в общем-то, успешно соправляются. Борис, Борис, Полная бездеятельность нашего чиновничества. Давайте я скажу, поскольку вопрос был обращен ко мне, в общем-то, я, прежде всего, хочу сказать, что, конечно, вообще, касаясь численности чиновников, вообще, количество чиновников и их доли, оно вообще не связано напрямую, скажем так, с количеством субъектов и вообще, как бы, вот, со структурой регионального управления, там, местного самоправления и так далее. То есть, объединяя, в общем-то, два субъекта, на самом-то деле, в общем-то, вовсе не факт, что мы уменьшим количество чиновников. То есть, просто там вот эти вот кресла, они переместились из Усть-Арды, например, в Иркутск. Да, я просто это знаю. Почему? Потому что у меня знакомые даже, вот, родственники, которые в Усть-Арде работали в администрации, им просто предложили, ты, короче, в общем-то, будешь работать в Иркутске, но для них эта проблема была нерешабельной. Почему? Потому что они жили в Усть-Арде, и надо было, так сказать, к 8 утра там приезжать в Иркутск. Это чисто технически было очень сложно. И поэтому они, в общем-то, отказались. Но сами по себе ставки, штатное расписание от этого не уменьшилось. Это первое. Второе. Вообще, в целом, когда мы говорим об оптимизации, скажем, чиновничьего аппарата, нужно, прежде всего, конечно, исходить из того, что, в принципе, для этого нужна политическая воля. Значит, я просто вот с 94-го года работаю, ну, приехал в республику, я просто помню, что наша вся чиновничная братья, она вся размещалась нормально, при этом, как говорится, плотненько, в двух зданиях на площади Советов. И, в общем-то, в принципе, там даже еще места хватало для различного рода агентств там и так далее, которые напрямую не входили в структуру правительства и мэрии. А потом они постепенно разрастались, как раковая опухоль, метастазы, которые проникали везде по всей территории города и так далее. Забайкал, лес, здание полностью захватили, значит, захватили здание там магазина, дом книги, да, на Ленина и так далее, так далее. Дальше все это. То есть, в принципе, в общем-то, вот эта, так сказать, как бы тенденция, она, в общем-то, шла независимо совершенно от каких-либо экономик. При этом состояние экономики республики падало с каждым годом. Теперь, возвращаясь, как говорится, к ситуации, касающейся вот именно отношения руководства. Может быть, руководство республики нашей, да, значит, во главе с Наговицыным, оно, как бы, не ставило сознательно себе задачу под доведение республики до такой крайней черты, после которой нам, как говорится, хоть куда, как говорится, захочется бросаться, вернее, нашим жителям. Но по факту, по факту, получается именно так. Почему? Потому что, безусловно, конечно, жители, ну, скажем, тех же самых вот этих вот северных наших районов, там, северо-байкальского города, да, значит, или Тункинского района, к примеру, да, значит, который постоянно, в общем-то, периодически поднимает вопрос о том, что мы живем плохо, значит, давайте, может быть, нас присоедините к Иркутской области, там хоть тарифы поменьше и так далее, понимаете. Но это все происходит же не от хорошей жизни, понимаете. И, в принципе, я не думаю, что там, на самом деле, меньше патриотов, чем, грубо говоря, здесь в нашей, в общем-то, аудитории. Кстати, я здесь хочу еще сказать о том, что в той же Усть-Арде и Ваге, там, особенно в Усть-Арде, там, на самом деле, пострадали-то не только этнические буряты, там пострадали. Там, вообще-то, русских живет больше, чем бурят, ну, вот, по моим личным оценкам. И поэтому, в принципе, там, в общем-то, пострадали-то все живущие усть-ардынцы, да, вот, как вот Игорь Александрович говорит, там буряты, да, там усть-ардынцы пострадали. И, в общем-то, они, собственно говоря, там лишились многих там. Ну, что ж, Алдар Гатюч, спасибо, спасибо. И здесь, вот, после вашей речи, мы подходим к следующему выводу. И вот в связи с этим я вот как раз Зуртану хочу задать вопрос. Вот скажи, пожалуйста, Зуртан, если сегодня, скажем, да, провести референдум по присоединению к Иркутской области, вот у нас, в Бурятии, в Лан-Удэ, вот как думаешь, какие будут результаты? Ведь не секрет, что у нас в Лан-Удэ, вообще в Бурятии полным-полно людей, которые давным-давно переименовали Лан-Удэ, скажем, в Верхневудинск, а все улицы бы назвали соборными. Там, ну, то есть, первая соборная, вторая соборная, третья соборная и так далее. Ну и как не присоединиться к такому культурному городу, как Иркутск, где люди массово пьют боярышник? Ну, очевидно же, что они на порядок выше, чем мы. Ну, вот твое мнение. Меня слышно вообще? Да-да-да, слышно тебя. Слышно. Я просто пытался вклиниться вот в тот разговор еще. Почему пример Адыгеи, например, и Кавказу он не характерен, вот нельзя сравнивать с Бурятией или, например, Республикой Саха по той простой причине, когда последний раз, когда, точнее, Кавказская война была закончена? Когда официально к Российской империи присоединили Кавказ? Понимаешь? То есть, еще национальное, внутреннее, племенное, вот это свое родное, как говорится, там у них еще осталось. Буряты в этом отношении давным-давно уже лишены временного управления. Мы не являемся каким-то народом, у которого очень сильны те коренные древние традиции, присущие для вообще всей человеческой популяции в мире. И мы скорее являемся сейчас нацией, а не народом. Понимаешь? Вот поэтому. Касаемо, опять же, Адыгея, там все прекрасно понимали, что в случае объединения, в случае объединения с Ростовской областью, Краснодарский край, то они лишатся своих ставок. И вот эти ставки, как правильно Алдар Бадмаев заметил, они обезличены, то есть они не имеют какого-то окраса, но тем не менее понятно, что в случае объединения, например, той же Усть-Орды и Иркутской области именно бурятские ставки были выведены из Усть-Орды. Понимаешь? И тут вот проблема такая существует, что власть, она говорит о том, что объединение этих округов носило исключительно экономический характер. Даже заиканий никаких не было по поводу того, что это было политическое решение. И какое политическое решение оно отложится в будущих поколениях, например, тех жителей, которые там живут, в Усть-Орде, в Агинском автономном округе. То есть, вот именно безволие политическое именно бурятской нации вот к этому привело как раз. А касаемо Республики Бурятия, ну тут такая же аналогичная ситуация. То есть, по сути дела, политической бурятской элиты, как элиты, представляющие нации, здесь нет. Понимаешь? И в сущности, это не Республика Бурят, Республика Бурятия, а это Республика Бурятия и далее по Конституции. Понимаешь? Ну хорошо, все-таки, если сегодня провести референдум, сколько людей присоединиться? И решение вопросов лежит исключительно в области чиновников. В области чиновников, в области вот этого обезличенного чиновника, который сидит в Москве. А где бы нам сэкономить? Вот сэкономим на двух регионах. Их объединим. Ну и не факт, что они сэкономили на самом деле. Но это было политическое решение. И нужно об этом говорить. О том, что ликвидация округов это политическое решение. Точно так же, как ликвидация, возможная ликвидация Республики Бурятия, снижение ее статуса до уровня области. Ведь почему-то никто не задает вопрос, а может быть Иркутскую область и Забайкальский край включить в состав Республики Бурятия? Это же так очевидно, по-моему. Ну что же. Ну и все-таки твой прогноз. Сколько бы человек проголосовало за объединение? Кстати, я вспоминаю, что Верхнеутинск был столицы. А это как сагитирует, понимаешь, это как пропаганда, понимаешь. В недавние выборы показали, что вообще по Российской Федерации в Государственную Думу о том, что выборы на самом деле как бы их не старались легитимизировать, они, к сожалению, фейк. Ну хорошо. Твоя точка зрения не знаю. И референдумы, которые будут проводиться, уважаемые коллеги, у нас вот на самом деле эфирное время уже закончилось, и мне хотелось бы очень-очень быстро вот как бы, Игорь Александрович, сколько бы человек, на ваш взгляд, проголосовало за присоединение к Иркутской области? Вот просто цифры скажите. Я, к сожалению, затрудняюсь сказать, потому что я не могу своим присутствием олицетворять какую-то определенную часть, ну допустим, граждан русских по национальности. Но я все-таки считаю, и это мое личное мнение, что любые улучшения все-таки должны предлагаться. предлагаться, должны обсуждаться и как будут сторонники, так будут и противники референдума. Но при подобном стечении обстоятельств, когда деятельность главы республики Бурятия на своем посту терпит фиаско, и сразу автоматически идет обсуждение как следствие такой непродуктивной, неэффективной работы на столь высшем государственном посту, предлагать тут же объединяться и укропняться регионам, я считаю, нецелесообразно. Это моя точка зрения. Ну что же, Игорь Александрович точно проголосовал бы против объединения будущего. Алдар Гальчевич, на ваш взгляд, если бы подобное голосование сделали сегодня, сколько бы процентов проголосовало за? Вот буквально цифры, цифры, просто цифры. Ну я думаю, что все-таки количество проголосовавших против был большой и все-таки думаю, что протащить такое решение было бы очень сложно. Еще я хочу добавить, что я думаю, возвращаясь к опыту Адыгеи и Адинского округа, я думаю, если бы вот сейчас, ну даже спустя многие годы еще БРВС Холанин, Жамсуев, я думаю, он навсегда будет возвращаться к той ситуации и, наверное, может быть, он будет с горечью думать о том, что, может быть, не все сделал для того, чтобы сохранить этот округ. Дело не в том, чтобы... Ну что же, Алдар Гачич, спасибо, мне уже показывают, что времени у нас совершенно не осталось. что сделал в свое время тогда Адрес Холмен, это все-таки было реально политическим форумом. Я сейчас еще раз хочу обратиться к нашим зрителям, то есть мы сегодня обсуждали объединение и укрупнение регионов, ну и моя точка зрения, что ну как объединили, так можно и разъединить в любой момент, была бы воля народа на это дело. Ну а вы смотрели программу Де Факто с Борисом Ангархаевым. Желаю всем всего хорошего. Де Факто с Борисом Ангархаевым. Де Факто с Борисом Ангархаевым. Де Факто с Борисом Ангархаевым.